В этих камерах возревают элитные сыры, следят за ними роботы. 95% влажность, которой нужна продукту, человек просто не выдержит. Об импортозамещении Александр Беглов говорит не в кабинете, а на производстве. Тульский завод только готовится к запуску новой продукции. Сотрудники уже прошли обучение во Франции. Задача не делать европейские копии, а создать российский бренд. Сыры когда пойдут лучше, чем во Францию? Мы этим занимаемся очень серьезно. И эта тема, на самом деле, это не просто, чтобы быть не хуже. Мы очень много посвятили развитию, разбирательств, технологии. Этим сейчас как раз полностью работаем. У нас заключен в декабре контракт с французской компанией. Тульская моцарелла, рапсовое масло, буженина, помидоры. Полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе знакомят с продукцией областных аграриев. Импровизированную выставку организовали на территории крупнейшего свиноводческого комплекса. Александру Беглову рассказывают, объемы продукции региональные аграрии наращивают с каждым годом, увеличивают посевные площади. В этом году планируют собрать 1 миллион 700 тысяч тонн зерна, получить 350 миллионов штук яиц, надоить 190 тысяч тонн молока. Беглов отмечает, президент развитию сельского хозяйства уделяет большое внимание. Меры господдержки себя оправдывают. По объему выпускаемой продукции отрасль уже вышла на второе место после оборонки. Но задач стоит еще много, в том числе обеспечить продовольственную безопасность страны. Для этого нужно уходить от импортозависимости. Областные аграрии отвечают, работать готовы, но нужна помощь. У нас есть нерешенные проблемы прошлого года. Мы знаем, что губернатор очень активно занимается тем, чтобы помочь аграриям, которые очень большие средства и большую часть урожая потеряли в результате осенних аномальных дождей прошлого года. Время пришло выходить в поле, надо, и нужны нам на сегодняшний день финансирования. Это кредиты, о которых говорили много, говорили целую зиму и осень, что сельские хозяйства будут кредитовать, по льготу кредитования. Но на сегодняшний день мы проблемы заявки оформляем, но идут отказы с федерации. О проблемах агрария в полпреду рассказывает Алексей Дюмин. Докладывает, регион оказывает поддержку сельхозпроизводителям. В областном бюджете на эти цели заложены средства. Но на решение всех проблем их не хватит. Без помощи федерального центра не обойтись. Я постоянно на связи с администрацией президента и с Ткачевым, с Александром, с министром сельского хозяйства по тем вопросам, которые связаны и завязаны на финансировании, возвращении, возмещении, субсидировании и те вопросы, которые остро поднимает наш огромный промышленный комплекс. Хотелось бы заручиться и вашей поддержкой тоже, чтобы вы подключились и нам помогли со своей стороны. К решению проблем подойдут комплексно. Для этого вопроса сначала проработают, говорит полпред и отмечает, в Тульской области развитием села занимаются. Это подтверждает позиции региона в рейтинге по реализации майских указов президента. Алексей Геннадьевич очень упорно работает и настойчиво работает с правительством Российской Федерации, не только по сельскому хозяйству, но и по другим отраслям в том числе. В чем это упорство заключается? Упорство заключается в том, чтобы улучшить качество жизни населения, увеличить налогооблагаемую базу, повысить заработную плату. Это одни из тех важных моментов поручения президента. Те вопросы, которые сегодня поднимались, они касаются не только Тульской области, они касаются в целом и других субъектов центрального федерального округа. Будем помогать, будем совместно работать в этом направлении. Аграриям помогут, но и сами сельхозпроизводители должны принимать меры, чтобы удержать молодежь. А здесь нужна совместная работа бизнеса и власти. Надежда Милехина, Анастепанова, Роман Тюкин, Первый Тульский.